Здравствуйте, коллеги! Привет, коллеги! Надеюсь, кто-нибудь сейчас подойдет. Сегодня поговорим на тему мониторинга локальной сети в связке микротика и забикса. Для начала представлюсь. Зовут меня Антон Мороз. Являюсь основательным генеральным директором компании Реал. Являемся IT-аутсорсером. Сам я с 2005 года в IT-области, с 2012 года выступаю на рынке IT-аутсорсинга. Я имею ряд сертификатов как по микротику, так и по забиксу. О чем сегодня поговорим? Рассмотрим, как забикс может взаимодействовать с микротиком, какие каналы он использует для этого. Разберем официальный шаблон, который представлен в забиксе. Осветим возможности автоматизации обнаружения и автоматическое начало сбора метрик устройств, появляющихся в сети. Рассмотрим примеры мониторинга через разные каналы. Одним таким примером будет мониторинг состояния IP-секов в туннельном режиме, точнее его политик. И поговорим, как можно средствами забикса контролировать безопасность сети 2.4 на 7 в автоматическом режиме. Кто из вас использует мониторинг? Ну как-то не все. А другие нервничают и не спят, да? А кто именно забикс использует? А дьют параллельно? Ну это же чуть-чуть. Надеюсь, после этой презентации те, кто использует дьют, от него откажутся. И кто не использует, додумается. Значит, в принципе, задача нашего мониторинга – это первичное уведомление о уже случившихся сбоях, нарушениях качества услуг, что повышает нашу реакцию на исправление этих сбоев и восстановление сервисов. Про активное управление проблемами. Когда мы заведомо можем знать, что у нас назревает проблема, для пользователя она еще неизвестна, не чувствуется, но мы уже предпринимаем действия. Естественно, сбор исторических данных, статистических данных. Все это нам помогает в расследовании инцидентов. Лишняя информация никогда не бывает лишней. Контроль соблюдения и подсчет показателей SLA. В Zabbix даже есть такой вот не сильно развитой, но функционал контроля этого SLA. И создает сбор разных метрик в одну. Выявление аномальных показаний на стевом оборудовании мы спокойно можем проконтролировать, что у нас в субботу вечером трафик больше, чем обычно, но при этом он не выходит за какие-то рамки сбоя. Начнем с краткого обзора самого Zabbix. Что это такое для тех, кто руки не поднимал, не знает. Это зрелое и легкое решение для распределенного мониторинга корпоративного класса. Уже 21 год они представлены на рынке. Полностью 100% открытый код. Его можно проверить для тех, кто сомневается в безопасности, как-то доработать. Ну и это распространенный мониторинг больше 300 тысяч инсталляций по всему миру. Плюсы, как я уже говорил, в OpenSource решения. Мы можем скачать, установить, начать пользоваться без каких-либо вложений с точки зрения программного обеспечения. Это кросс-платформенное решение. Сервер у нас на Linux, а агенты у нас под разные операционные системы. Windows, MacOS, Linux. Где нет готовых пакетов, можно собрать из исходников. Дружелюбный веб-интерфейс. Многие со мной поспорят, но по отношению с другими мониторингами достаточно легкое освоение младшими инженерами. И даже можно какую-то часть вывести в секретарю для понимания, что происходит. Масштабируемость от нескольких устройств до сотен тысяч. Если посмотреть какие-то презентации по Zabbix, можем видеть, как большой интерпрайз, к примеру, Сбербанк этого не скрывает. У них одних только проксей, там, по-моему, больше пяти тысяч, установлено по всей России. Представьте, сколько это устройств на каждой проксе может висеть. Возможность отображения информации на графических картах. Они достаточно красивые, если мы их красиво нарисуем. Наличие API для автоматизации, интеграции с другими системами. К примеру, если вы используете Contensible для разворачивания виртуальных машин, можете также через API тут же добавлять узлы сети для мониторинга. Возможность использования собственных скриптов для расширения функциональности мониторинга. У нас такие примеры – это мониторинг сертификатов их сроков, сроки делегирования доменов и всякое подобное. Даже через API там с личных кабинетов втягиваем баланс каких-то сервисов. Универсальность применения в компании. Мы можем мониторить не только сеть, любые устройства, любые сервисы, базы данных, какие-то приложения и так далее. И территориальный распредел мониторинга, как я уже говорил, в каждый филиал мы ставим проксю, разгружаем сервер, она может собирать данные, пока нет интернета, если у вас там он нестабильный, и потом при появлении интернета отправлять это на сервер, и вы можете видеть ту информацию, которая была, пока была нарушена связь. В минусах я, честно, пытался быть опытовным, заполнить эту страничку по максимуму. И получилось у меня только три высунка с пальца факта. Действительно, на самом деле, минус. Пока он еще не умеет определять и автоматически рисовать топологию сети. Но на одном из мероприятий мне удалось пообщаться с Алексеем Владышевым. Это автор и генеральный директор Zabex. И он сказал, что данное решение они рассматривают, но пока в roadmap оно еще не появилось. На самом деле, не самый низкий порог вхождения для IT-специалистов, те, кто отвечает за его установку, внедрение и доработку. Вопрос отказа устойчивости к кластеризации из коробки пока только на стартовом этапе. Уже объявлен в новой версии, которая должна выйти в марте 2020 года. Первая из подвижки к этому уже есть. Можно будет, наверное, в большом интерпрайзе еще больше развернуться. Начнем говорить о типах проверок, которые мы можем в микротике использовать. Конечно, это SNMP. Сам распространенный протокол мониторинга с его оборудованием, управлением. Оба наших продукта поддерживают все три версии. Включая шифрование в третьей версии. МИП-файл микротик поддерживает в актуальном состоянии. Буквально вчера провял 10 апреля этого года обновление. По умолчанию SNMP в микротиках выключен. Не знаю почему. Если он был бы включен, можно было бы сделать больше решений по автоматизации во время обнаружения. К примеру, у меня были идеи при обнаружении SNMP. Веб и понятие, что это микротик, тут же выполнять действия на какую-то автоматическую настройку применения наших стандартных правил. Для тех, кто не знает, используется UDP 161 для опросов и 162 порт для получения трапов. И кто еще не использует версию 3, если будете внедрять, учитывайте, что обязательно указывается Engine ID. Любой уникальный. Мы для этого используем MAC первого из интернета. Без указания почему-то на основании RFC микротик самого не генерирует автоматом. И получается копия, и начинаются проблемы при обнаружении. Обнаружив только первый найденный микротик в сети, остальные не отвечают. Типы проверок, которые есть у нас в стандартном шаблоне. Это метрики беспроводных, проводных интерфейсов, метрики очередей, физического состояния устройств, такие как температура, вольтаж получаемый, метрики сервиса ходспота, по их состоянию мы можем понимать, на каких интерфейсах у нас какой вольтаж отдается, какие мощности используются, и понимать, в какое время у нас может повышаться мощность. Те же, если мы питаем IP-камеры, понимать, что у нас ночью включилась ИК-подсветка, выросло потребление, и там начались какие-то проблемы. Эта информация очень помогает для решения проблем. Есть возможность запуска системных скриптов и получения от них результатов выполнения. Мы дальше это как раз рассмотрим уже на примерах, как мы можем этим пользоваться через разные каналы. И многое другое. Вот справа представлено MIP-файл. Можно будет его скачать, посмотреть, что в этих разделах находится. Конечно, через SSH мы можем выполнять любые команды, получать какие-то данные. Как результат команд, он получает все, что выходит в терминал от этих команд. Поэтому, когда вы их создаете, нужно контролировать, какие данные будут выданы в терминал. Вот шаблон из коробки. Факт у нас. Шаблон доступен в стандартной установке Zabbix. Вы только поставили Zabbix, там уже есть шаблоны с NMP-V1 и V2. V3 необходимо самим допилить, перенастроить. То есть используют вложенные стандартные шаблоны, которые также есть в Zabbix. Это стандартный шаблон самого ZAMP, он общий для всех. К сожалению, не включает hotspot и капсман. Их можно допилить, если он нужен дополнительно. Также, если у вас какая-то старая установка, вы обновляли Zabbix, шаблон автоматически не обновляется. Его можно скачать отдельно по ссылочке. Ну и начнем с того, что мы можем сразу допилить в стандартном шаблоне. Есть такой элемент данных, как SystemObjectID. На самом деле он означает всегда одно и то же значение, оно статичное и заранее нам известное. Это номер OID, который нам присвоен в регуляторе IANA. Его мы сразу удалили в шаблоне, потому что вообще бесполезная информация. При этом она каждый раз запрашивает, если устройств много, нагружает как базу данных, так и сеть. В стандартном шаблоне при обнаружении интерфейсов у нас автоматически создаются триггеры, которые нам сообщают о понижении согласуемой скорости на порту, о его отключении. Так как мы хотели бы собирать информацию этих портов, но нам не нужно получать уведомления о каждом из них, потому что могут быть какие-то клиентские устройства, немагистральный свитч и так далее. Очень легко это решить вопрос в комментарии к интерфейсу, который вам нужно мониторить. Мы добавляем некий суффикс к самому комментарию. В нашем примере это слово просто control в конце дописываем. И тогда в триггере в стандартном мы добавляем небольшое условие дополнительное, которое нам позволит срабатывать триггеры только если в комментарии есть этот суффикс. Плохо, да? Видно. Но в презентации это можно будет скачать. Также у нас не так давно появилась автоматическая галочка обновления роутеру борда самого фреймвейера. И до этого часто у нас инженеры обновляли пакет, но не обновляли сам фреймвейер. Как мы знаем, что иногда из-за этого бывают проблемы. Поэтому в мониторинг просто ставим контроль соответствующих двух версий. Но в Zabbix есть нюанс, пока он не умеет сравнивать строки между собой. Поэтому нам нужно сначала эти элементы данных превратить в цифры для сравнения. В данном случае мы создаем зависимый элемент данных. И на основании нового функционала, который был добавлен то ли в 4.0, то ли в 4.2, JavaScript, мы просто удаляем точки, у нас превращается в обычные цифры, которые мы можем уже сравнивать. Делаем это для двух элементов данных. Видим получаемый результат. И дальше простейший абсолютный триггер. Если эти значения не равны, мы присылаем уведомления. Для удобства можно поставить какую-то задержку на уведомление. Если час оно не соответствует, забыли действительно обновить, тогда уведомлять. И также это второй момент, который мы будем с интерфейсами делать. При обнаружении у нас обнаруживаются и динамические интерфейсы, такие как PPP, TPL2TP, SSTP. И здесь проблематик в том, что когда он пропадает и появляется заново, даже с тем же логином, микротик генерирует для него новый индекс SMP. И для Zabbix это абсолютно новый интерфейс, абсолютно другая сущность. И он начинает под него также создавать элементы данных и триггеры. Соответственно, у нас Zabbix начинает засираться. Эти элементы данных потом уже по стандартной настройке только через 30 дней удаляются, как потерянные. И в данном случае мы можем просто зафильтровать создание этих интерфейсов. Делается в администрировании, в разделе общие. И вот здесь выпадающий список, регулярные выражения. Мы можем увидеть, что этот фильтр называется интерфейс. Регулярное выражение достаточно простое, но если мы его чуть-чуть усложним, мы все-таки можем контролировать нужные нам динамические интерфейсы PPP. К примеру, это интерфейс директора, который надо проконтролировать, что у нас с ним не то. Или филиалы к нам подключаются. Тогда мы данный интерфейс превращаем в статический. И также можем воспользоваться с уффиксом к названию этого интерфейса. В данном случае это опять control. И усложнив регулярное выражение, мы сможем эти интерфейсы добавить к мониторингу. Автообнаружение устройства микротика в сети. Возможность обнаружения – это сканирование сети по расписанию. Можем раз в час сканировать, если у вас динамическая среда, раз в день обнаруживать новое устройство, которое у нас появляется, и автоматом добавлять в мониторинг. Автоматом вешать на него наш шаблон наш созданный. И делать какие-то действия, которые мы с ним хотим произвести. Ту же автоматическую настройку через SSH. Тут нужно учесть, что каждое правило обнаружения контролируется только одним процессом Zabbix. Даже если вы в конфиге сервера или проксии создаете этих 5-10, и у вас только одно обнаружение на сеть слэш-16, это будет обрабатываться одним процессом, и, скорее всего, он не будет успевать. Поэтому просто подробите ваше обнаружение на более мелкие сети, и это можно будет распараллелить. По умолчанию у нас раз в час происходит обнаружение, и мы приняли для себя такую политику. Мы проверяем три предмета, которые мы потом используем. Это у нас описание, имя и серийный номер. Серийный номер мы используем как уникальность найденного устройства. Если он даже сменится IP в Zabbix, не создаться новое устройство, он будет уже уникальность проверять по серийному номеру. И в версии 4.2 у нас добавилась возможность при автообнаружении имя узла сети брать из какой-то проверки. В данном случае это наш хостнейм, а именно идентити в роутеру S. Но будьте внимательны, что имя должно быть уникальным. То есть то стандартное микротик, которое у нас есть, он начнет дублироваться, давать ошибки и не будет добавляться на устройство. А вот раздел описания мы используем. Он возвращает слово роутеру S и саму модель обнаруженного устройства. И мы ее как раз здесь используем для того, чтобы понять, что это именно наш микротик. И на него нужно повесить шаблон микротика, а не что-то другое, там Linux. И в операциях мы просто присваиваем ему шаблон. Тут нужно учесть, что в документации данное действие присвоить шаблон автоматически создает узел сети. Но говорят, что это не всегда работает, и лучше его добавить отдельно. У меня здесь не добавлено, потому что у нас узел сети добавляется другим действием, а здесь только шаблон присваивается. Что еще можно сделать? На основании полученных данных мы можем даже решать о том, сообщать нам о потере устройства в сетевом обнаружении и какими средствами. То есть мы добавляем дополнительную уид для проверки. В данном случае это поле контакт инфо из настройка с NMP. И в этом примере мы указали все два слова email и phone. И данное значение мы используем для того, чтобы потом просто принять решение, каким каналом связи нас уведомить о нахождении этого устройства. В данном случае email. И в операциях мы тогда ставим отправить по почте. Потом дублируем это правило, email меняем на phone. И, к примеру, через SSH мы генерируем звонок через Asterisk. И пример получения нестандартных метрик. Как раз мы переходим уже к скриптингу. Типы данных, которые мы можем получать, это цифры, которые мы потом можем сравнивать, использовать, агрегировать, создавать вычисляемые элементы данных и строить графики. Стройки, которые мы просто можем собирать для истории, контролировать их изменения. JSON формат, как правило, используется для правил обнаружения. XML формат позволяет нам запросить сразу много данных за один запрос, чтобы устройство не дергать несколько раз. И потом его уже распарсивать, получать разные данные. Вот на примере как раз IPsec мы посмотрим, как это можно делать через SSH. Мы написали для этого простейший скрипт небольшой, который в нужном нам формате запрашивает данные через консоль и выводит ее. Здесь нужно учитывать, что Zabbix передает команды построчно. И так как в микротик есть особенность работы с локально объявленными переменами, скрипт Zabbix необходимо добавлять в одну строку. То есть вот как у нас здесь на скриншоте красивенько все разложено, таким образом скопировав, у вас работать не будет. Данный кейс у нас появился при интеграции D-Link с микротиком. По какой-то причине D-Link, который нам был неподвластен, занимался другой администратор, IPsec настраивается, поднимается, но как-то рандомно пропадает связь. То есть IPsec у нас в эстеблиште висит, все прекрасно, но пока его не выключишь, не включишь, трафик не начинает идти. И вот для этой проверки, понимания, разделения, наши проблемы, которые нужно изучать, почему это происходит, и банального пропадания сигнала, мы для исторических данных определяем, в каком состоянии у нас IPsec политики. Вот таким образом страшным это выглядит в Zabbix, когда мы все в одну строчку засунули. Здесь мы указываем, куда цепляться, под какими логинами, паролями. Советую всегда использовать макросы. При массовых изменениях это очень удобно, в одном месте поменять и забыть. И данный элемент данных нам возвращает данные вот в таком формате, в принципе, даже для человека удобно читаемо. И из данного джейсона в Zabbix у нас автоматически формируется два макроса. Полиси ID – это уникальный номер политики. И полиси коммент – это название политики, которую мы прописали. Данные макросы мы уже используем в правилах обнаружения, в названиях элементов данных. Можно использовать в уведомлениях. Таким же средством можно собрать абсолютно любые данные, какие вам только нужны. И здесь мы создаем прототип элемента данных. Здесь уже просто команда, которая использует этот макрос. Она запрашивает состояние конкретной политики с уникальным ID. И в итоге мы получаем состояние. В Zabbix мы видим вот такой результат. Остается только добавить триггер на изменение состояния. И мониторинг IPsec политик готов. Да, и здесь тоже нужно учитывать, что имя элемента данных у нас все-таки должно быть уникальное, поэтому мы в названии используем тоже и ID, а не только имя. На примере вот у нас третьей и четвертой строки мы можем видеть, что если бы ID у нас не было бы, то имя уже не было бы таким уникальным, и мы тоже получили бы ошибку обнаружения. На примере других данных, как мониторинг использования нашего DHCP pool, мы посмотрим, как мы можем использовать скрипты в SNMP. Через SNMP у нас есть два варианта запуска скриптов. Это одноразовый запуск. Происходит это с помощью изменения значения этого SNMP на любое значение, отличное от нуля. При этом запускается скрипт, и никаких данных мы уже не ожидаем от самого микротика. Там может происходить все что угодно. И второй вариант – это запуск скрипта и получение тех данных, которые он нам сгенерирует на выходе. Их мы уже можем использовать для какого-то хранения, построения графиков и всего остального. Нужно учитывать, что для запуска скриптов нам необходимо разрешение на запись в настройках комьюнити в микротике. Вот мы нашли небольшой скрипт в интернете, к сожалению, не знаю его автора. Если кто-то узнал, спасибо, пользуемся, все работает. Но мы немножко его дописали. В конце он нам всего лишь выводит одну цифру, которая нам показывает оставшееся количество адресов в этом пуле. И это как раз относится к проактивному управлению проблемой. Мы можем заранее понимать, с какой скоростью у нас заканчиваются IP-шники в пуле, заранее на это отреагировать и разобраться. У нас там он скоро закончится, и у нас перестанут подключаться новые устройства. В данном случае нам необходимо определить SNMP-индекс нашего скрипта. Делается команда SNMP-VALC. В данном случае приведен OID. И результат выполнения этой команды нам выводят все скрипты, которые есть в роутер-рес на данный момент. И мы можем увидеть его индекс, который нам потом пригодится для запуска. Данный индекс, он уникальный. То есть мы удаляем скрипт, создаем новый. Этот порядковый номер продолжает увеличиваться. Он не занимает уже используемые ранее индексы. Поэтому мы один раз узнав индекс скрипта, мы его можем дальше использовать, он не меняется. Для получения результатов скрипта создадим такой вот элемент данных. Он достаточно простой, числовой. В результате у нас просто вернется количество свободных IP-шников. Как мы видим, с помощью каких-то скриптов мы можем контролировать все, что нам нужно, зависит от ваших кейсов, как вы используете микротик в вашей сети. Я думаю, это можно и прикрутить к недавним выступлениям о контроле автомобилей, сборе GPS каких-то данных. Поговорим о том, как мы можем с помощью мониторинга решать проблемы безопасности сети. Самое простое – это контроль выключенных сервисов. Для тех, кто не использует какие-то сервисы, считает их опасными, выключает веб-сервер, API, так как не используется, но это лишняя точка для атаки. Мы одной командой через SH получаем состояние этих сервисов. И в данном случае результатом этой команды будет либо true, либо false. True у нас указывает на то, что сервис выключен, false включен. Также вешаем триггер на те значения, которые нас устраивают, и отправляем удавления, если они меняются. Также можно поставить задержку на то, чтобы если у нас какие-то вещи требуют включения API, не сразу нас уведомлял, а если у нас только час этот сервис активен. Контроль открытых портов. Сюда мы можем подключить практически любой порт TCP, и это также для UDP работает. За счет распределенной схемы мониторинга с проксями, мы можем контролировать открытость портов с разных зон микротика, с WAN, с LAN, с VPN, и понимать, что у нас на LAN какие-то сервисы открыты, мы можем им пользоваться, но при этом они закрыты с WAN, и мы имеем защищенную сеть. Здесь оно принимает цифровое значение 1 и 0. Один, соответственно, открытый порт, 0, соединение невозможно. Но при этом соединение невозможно, нужно понимать, что это может относиться не только к порту, но и вообще к недоступности самого хоста. Контроль на наличие активности правил фейервола и включенность этих правил для тех, кто очень часто для тестов выключает AllDrop и забывает его включить обратно. Часто, приходя в новые организации для аудита, мы видим отключенный или удаленный AllDrop значение, при этом очень развитой, такой прям видный человек работал, не один день формировал фейервол, а в конце все равно все открыто. Также предыдущий момент нам поможет эту ситуацию решить. И в данном случае, если у вас какие-то есть правила особенные, отвечающие критериям вашей безопасности, ваши безопасники вас попросили что-то сделать, мы можем конкретно эти правила контролировать на то, что, во-первых, они включены и получать их значение счетчиков и понимать, что они действительно работают. Ставить триггеры, что у нас… Ну, мы понимаем, что какое-то правило у нас как минимум раз в день должно сработать. Даже можно совместить проверку порта и там этого правила. Мы прекрасно понимаем, что у нас Zabbix раз в сутки туда поломится, у нас как минимум на одно значение этот счетчик увеличится. Если не увеличил, значит мы проверяем, что у нас не так. Или наоборот мы контролируем, насколько быстро увеличивается этот счетчик. Если мы понимаем, что у нас какое-то запрещающее правило, ДОС-атак сильно начало возрастать, возможно, нам стоит предпринять какие-то действия по защите. Презентация подходит к концу. Для тех, кто еще не начал изучать Zabbix, хочет быстро в этом вникнуть. Есть список материалов для самостоятельного изучения. На русском языке есть только одна книжка. Zabbix – практическое руководство. Написано, по-моему, про версию 3.2. Но это достаточно для понимания Zabbix. Основные моменты описания каких-то объектов есть по шагу руководства по запуску и установке. С этой книжки можно начать установить и уже запускать в мониторинг, тестировать, пробовать. Для тех, кто еще из ННП не сильно к нему приобщился и пугается этих больших цифр непонятных, есть прекрасная книжка, после которой вы перестанете бояться. Будете понимать, что это за цифры, из чего они состоят, как формируются и как можно их использовать. Конечно же, нужно использовать всегда онлайн-документацию Микротик. Она очень развитая. Документация Zabbix вообще шикарная на всех языках. По этой документации вообще можно изучить Микротик, но это будет дольше. Я закончил. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы…